Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Конституции Республики Казахстан Высшими ценностями нашего государства является человек, его жизнь, права и свободы Именно поэтому Институт административной юстиции является индикатором зрелости правовой системы Ее готовности защищать права и свободы человека В Казахстане публично-поровые споры граждан с государственными органами Ранее рассматривались в соответствии с требованиями Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан Общими судами Например, дело по спору между гражданином и государственным органом Когда гражданин был не согласен с решением актом госоргана о переименовании улицы Ранее рассматривалось районным судом общей юрисдикции Поэтому гражданин в споре противостоял мощный государственный орган С большим материальными, правовыми, информационными ресурсами, мощным телефонным правом Стороны спора, естественно, были неравны и, как правило, выигрывал госорган Теперь и государственному служащему будет даваться право обращения в суды административной юстиции Чтобы отстаивать свои права И это важно В 2013 году в рамках стажировки в Германии посвятил административный суд в городе Карлсруе Где воочию стал свидетелем функционирования административной юстиции Главный признак административной юстиции – это равное положение сторон в споре То есть государство и простой гражданин равны Полагаю правильным, что многие нормы по внедрению административной юстиции в нашем государстве Взятой именно с немецкой модели Сейчас, например, в административных судах гражданину нет необходимости доказывать свою правоту Бремя доказывания ложится на госоргане Кроме того, соблюдается важный принцип административного судопроизводства Это активная роль суда Судья не ограничивается предоставленными доказательствами от сторон Он может истребовать дополнительные сведения по своей инициативе На сегодняшний день в мажористе парламента обсуждается законопроект по административной юстиции Который имеет важное значение и решает проблемные вопросы в данной сфере Институт административной юстиции действует в стране с 2021 года Главная его задача – разрешение споров между народом и властью Иными словами, если гражданин не согласен с решением того или иного госоргана, он может оспорить его в административном суде К тому же на днях в Можелесе в первом чтении одобрили законопроект, который расширяет сферу административной юстиции Законопроект предусматривает три основных направления Перенос отдельных категорий публично-правовых споров из Гражданско-процессуального кодекса в плоскость административной юстиции Закрепление за правительством полномочий по разрешению споров и разъяснению законодательных норм между государственными органами, госорганами и госорганизациями А также дальнейшую корректировку как отдельных норм законодательства об административных процедурах, так и внесения соответствующих изменений и дополнений в АППК Согласно статистике, больше половины обращений граждан заканчивается победой, когда, как раньше, они проигрывали около 85% споров Начало расти и количество административных исков Сейчас этот показатель превышает 30 тысяч дел в год Однако у действующего механизма есть кое-какие недоработки, считают специалисты К примеру, непонятен им процесс примирения сторон У него ведь две функции у должностного лица или у государственного органа Принять законное решение в рамках закона И тогда настаивать на этом решении И говорить, пусть суд рассмотрит, я уверен, что я прав Либо второе, это принять незаконное решение Но тогда суд должен принять производство и признать это решение Или эти действия должны у должностного лица несоответствующими законам, незаконными Правовые последствия будут совсем другие Если признается незаконным, несоответствующим, то тогда это должностное лицо должно нести ответственность А вот когда он заключает мировое соглашение, он избегает этой ответственности Еще один момент, который нужно привести в соответствие с общепринятой теорией Госуправление, аутсорсинг госфункций Иными словами, передачу государственных функций в конкурентную среду, то есть бизнес-структуры Государственная функция, она потому и называется государственной Что она выполняется или исполняется государственными органами И, конечно же, разгосударствование всей экономики может быть Передача функции из государственного ведения в конкурентную среду может быть И это должно быть сделано на уровне закона Но с момента, когда это передано, это не будет уже государственной функции Терминологическое употребление, передача государственных функций негосударственным органам, она несостоятельна, такого не должно быть. Несмотря на некоторые нюансы, эксперты уверены, что закон еще будет видоизменяться и совершенствоваться. А введение такого института, как административная юстиция, прогрессивный шаг в сторону демократического государства. Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. Передача в подсудность административного суда особого искового производства. Право гражданина в рамках досудебного производства обращаться в госорган, вынесший акт, нарушающий его права и интересы, либо воспользоваться правом напрямую подать иск в административный суд. Закрепление за правительством полномочий по разрешению споров по толкованию законодательных норм между государственными органами. Внесение дополнений в процедуру проведения заслушивания сторон в досудебном производстве. Заканчивая, хотелось бы отметить, что принятие законопроекта будет способствовать улучшению работы государственных органов, повлияет на качество выносимых решений судов, повысит гражданскую активность в процессе принятия управленческих решений и в целом позволит совершенствовать институт административной юстиции, учитывая его важное значение для человека, общества и государства. С вами был Марат Башемов. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова